Добрый вечер! Добрый вечер! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сия сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, слышав сии слова, говорили, Он точно Пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распри в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. И сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прелестились? Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к ним ночью, будучи один из них, говорит им, Судит ли закон наш, человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увиждь, что из Галилеи не приходит пророк. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Аминь. Итак, почему именно вот этот отрывок читается на Божественной Литургии, хотя вот такого вот, да, о празднике ничего там не сказано, о сошествии Святого Духа? Ну, потому что Евангелие, можно сказать, заканчивается моментом вознесения Господа с Гори Елеонской на глазах у апостолов. И с этого момента апостолы уже жили, можно сказать, без постоянного попечения и общения с Господом. Дальше уже повествование называется «Деяния апостольские», в которых излагается как раз момент сошествия Духа Святого на апостолов. Да, при рву, да, как говорят священники, да, некоторые очень хорошо, что, да, когда Евангелие заканчивается, там есть слово «Аминь», а деяния апостольские, да, то есть там не заканчивается «Аминь», то есть мы продолжаем, получается, что мы живем в этих деяниях, то есть продолжается писаться история церкви, да? Да, фактически после вознесения Господа на небо Господь оставил здесь церковь в лице своих учеников-апостолов, и эта церковь в дальнейшем стала разрастаться, в том числе и до нашей страны дошла, и здесь сейчас мы также участвуем в устроении церкви Христовой, а значит, деяния апостолов еще не завершены, потому что церковь продолжает строиться, продолжает жить здесь, на земле, и это закончится только вторым пришествием Христовым, как, собственно, Господь по вознесении, послав ангелов апостолам и провозгласил через ангелов, что как Господь поднялся, так он и сойдет к вам, мужи апостольские, что вы здесь стоите. То есть вот это признаменование, мы также будем участвовать в этом, в завершении земной жизни церкви, в начале жизни небесной церкви, которая сейчас уже всякие переходящие через порог смерти входят в церковь небесную и уже там живет. Но здесь еще есть земная церковь, она закончится только когда совершится апокалипсис, произойдет страшный суд, и все уже в земном мире закончится полным изменением. То есть Господь сотворит все вновь. Мы вернемся к началу, да, потом с вами еще, наверное, поговорим о том, как появилась вообще современная церковь, да, то есть в том виде, который мы сейчас видим, потому что раньше в Ветхозаветной там же ни литургии не было, да, это мы немножко попозже с вами поговорим. Сейчас мы вернемся к началу, да, деяния апостольские продолжают рассказывать нам, да, о том, как происходила дальше жизнь после вознесения. Почему именно этот отрывок Евангелия вот читается? Потому что здесь наиболее ярко высказаны все предзнаменования и пророчества, так сказать, и Господа, предсказания о том, что будет дальше, и о том, что будет происходить с теми людьми, которые в него уверовал, и на которых сойдет благодать Духа Святого. Дело в том, что во всей Ветхозаветной Церкви такой благодати Духа Святого не было ни у кого из людей, Дух Святой сошел на землю, на души человеческие только по воскресении Христова, только по заслугам Христа человечество опять соединилось с Духом Святым. До Его крестных страданий и вознесений на небо не было Духа Святого в этом мире, и вот именно в этом месте Евангелия Господь именно о Духе Святом очень ярко и четко говорит, и та вода живая, которая потечет из каждого, кто примет Духа Святого, это и есть благодать Божия в словах, в вере, в поступках, в делах, в желаниях и прочих. То есть Господь нам говорит, что спасение без благодати Святого Духа невозможно. Ну мы знаем, да, из церковного, так сказать, повествования, что никто из праведников ветхозаветных не спас, они все были в аду. Все пророки, все праведники, все кто... Авраам, то есть Исаак, Иаков и прочие там... Изяки, то есть пророков можно всех назвать, их много было, пророков ветхозаветных. Только Илья Пророк и Енох, они вознеслись на небо, и то лишь потому, что они не умерли, а живыми поднялись на небо. И почему они не могли войти в Царство Небесное? Почему они были в аду? Потому что у них не было благодати Духа Святого. А как они пророчествовали? Пророчествовали они, конечно же, Духом Божиим, но это не говорило о том, что Дух Божий поселяется в них, он только говорил через них, как через свои рупоры. А здесь, по воскресению Христовым, Дух Святой поселяется в человеке, то есть делает его обожествленным человеком уже с другим естеством. То есть до момента вот этого мы были творения Божьи. И после сошествия Духа Святого мы стали детьми Божьими. Это огромная разница. И дети живут, конечно, в доме Отца своего, а творения не живут. Да. Здесь Господь говорит о воде живой. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И о воде живой недавно мы только с вами разбирали, беседу с Самарянкой тоже там же там говорилось. Там тоже Господь обещает ей, Самарянке, что если бы ты знала, кто перед тобой стоит, ты бы сама просила у меня воды, и я бы дал тебе воду живую, которая сделала бы тебя уже никогда не жаждущей. То есть ты бы уже никогда не жаждала. Но, конечно, Господь говорил не о физической жажде, а о жажде духовной. Потому что он видел, что она продолжает находиться в поиске истинного Бога, она и вопросы ему задавала. Вот иудеи там молятся, а мы тут молимся. А где же истина, где правильно молиться? То есть у нее вот эта жажда внутренняя истина, она продолжалась, и Господь ей как раз даровал этот дар божественной веры в Христа, и через это она стала христианкой. Собственно, и после этого она уже не жаждала никакой истины, ей другой не надо было искать, она уже ее обрела в Господе Иисусе Христе. Вот здесь также вода живая, дух истины, как в другом месте Евангелие говорится, это как раз и есть дар Божий, которого человечество не имело за все тысячелетия существования до Христа. И лишь здесь мы обретаем это, ну, а мы уже обретаем это через таинство крещения, миропомазание. Нам дается та же благодать Духа Святого. И мы, знаете, как человек, который привык дышать чистым воздухом, он не задумается и не ценит этого. И лишь когда попадается в какую-то смрадную атмосферу, думает, ой, как хорошо мне дышалось-то, оказывается. Вот то же самое здесь. Когда мы живем этим Духом Святым, мы думаем, что и все так живут. Ничего подобного. То состояние Души, которое есть у православных христиан, его нет у других народов. Они этого лишены. Ну, не крещенных, конечно, народов. Здесь мы должны совершенно четко понимать, что это особый дар, имеющийся только у христиан. А нужно ли, вот, ну, мы ждем, да, праздник, получается, зашествия Святого Духа. Мы как бы приобщаемся вместе с апостолами. Нужно ли это нам, раз мы уже один раз-то получили, да, при крещении, при миропомазании Духа Святого? Нужно ли обновление? Ну, так как мы согрешаем, а когда мы согрешаем, мы отталкиваем от себя благодать Духа Святого, то, конечно же, мы хотим обновиться и очиститься. Вода, она еще имеет такое свойство очищения, да, тела человеческого. А если вода Духа Святого, то она имеет свойство очищения души человеческой. Поэтому, конечно же, дар нам дарован при нашем крещении, но очищение ежегодно через сошествие Духа Святого, конечно же, происходит у каждого из нас. И, конечно же, и особые дары тоже могут нам также быть дарованы в этот праздник. То есть мы можем увеличить то, что нам дано. То есть мы не остановились на одной, так сказать, позиции, вот дали вот столько, вот и все так и живешь. Нет, мы можем это увеличивать или уменьшать. Это, к сожалению, многие испытывают на себе, когда чувствуют, когда Господь отбирает вот эту благодать от души, на душе становится тоскливо, печально, очень тягостное состояние. Это первый признак того, чтобы благодать Духа Святого отошла. Вот здесь надо срочно, так сказать, изменять что-то внутри себя, чтобы вернулась благодать Духа Святого. Вот это как раз то, ради чего мы идем на этот праздник и молимся и ждем, чтобы у нас обновление произошло. Ну, как на Крещении обновляется вся природа и все человечество обновляется через Крещенскую воду, так здесь, через сошествие Духа Святого обновляются также души человеческие. Что в силах человека сделать? Мы говорим о том, что надо внутри что-то поменять. Понятно, что в сердце. Это вы о покаянии говорите или о чем? Ну, прежде всего покаяние. Потому что без покаяния любые труды, даже на благо других людей, труды, они могут быть по гордости сделаны. А вот с покаянным чувством, если человек делает какие-то добрые дела, тут гордостью и не пахнет. Поэтому первое, на первое, это покаянное состояние души. Надо его достичь. Второе, уже дела добродетелей и посты, и молитвы, и прочие моменты, которые Церковь предписывает каждому из нас сотворять. Ну, и соблюдение заповедей, естественно, это тоже привлекает Духа Святого к каждому из нас. Дух Святой – это Дух Истины, но это и Дух Жизни. Жизни истинной. Можно так соединить эти два понятия. Истинная – Дух Истины и Дух Жизни. Истинная – жизнь. Вот если мы хотим иметь в себе истинную жизнь, которая вечная, которая безграничная и бесконечная, как сам Господь, мы должны это поставить во главу угла нашей жизни и стремиться к достижению этой истинной жизни. А для этого нужно пребывать, стараться в истине. То есть и в поступках, и в словах, и в желаниях, и в каких-то других действиях человеческой природы, потому что у нас есть и внешние действия, и внутренние действия. И вот это всё надо стараться, так сказать, полностью подчинить Духу Истины. Немножечко я хочу так по полочкам разложить. Может быть, есть телезрители, которые нас пить, только начали нас слушать. Например, те, кто… люди тоже ходят в храмы, наверное, нас может даже и не особо слушать. А вот те, кто, например, раз… Вот что значит… грех, он же тоже может давить. Человек, например, находится сейчас в унынии, в печали, смотрит нас. Что вот? Покаяние. Что сделать? То есть какой-то грех, наверное, мучает. Прийти надо на исповедь к священнику? Ну, само уныние, надо прежде всего дать себе отчёт, понять для себя, что уныние, оно просто так не приходит. Это всегда последствия чего-либо. Ну, как рана на теле, она сама по себе не появляется. Она либо это вследствие болезни, либо вследствие какого-то ранения извне, то есть нарушения, да, покрова телесного. Поэтому здесь мы то же самое, если на душе такая рана, ранение, то надо понять, либо это от внутренней какой-то болезни греховной, страстной, либо от внешней какой-то такой же вот греховной ситуации произошло это ранение. И в связи с этим надо это просто найти в себе и пойти исповедоваться, как причину. Хотя и самоуныние – это тоже болезнь, и её тоже надо исповедовать. То есть занозу вытащить. Ну, да, вот можно такой пример. Когда мы занозили себе руку, то она болит, она колет, она начинает нарывать, она начинает гноиться. И пока мы не извлечём оттуда предмет этот, ту самую занозу, которая нанесла эту рану, то и рана не заживает. Вот то же самое в душе. Пока мы занозу-то не выдёргиваем из души своей, рана на душе не заживёт, она и не будет продолжаться. К нашему отрывку возвращаемся. В последний же великий день праздника стоял Господь Иисус и возгласил. Что происходит накануне? Что предварит события? Где происходит действие? Господь, Он ходил по Галилее, проповедовал, потому что в Иудею Он не хотел идти, так как там Его искали уже убить, уже пытались схватить. И здесь вот мы в этом евангельском чтении видим, что фарисеи даже спросили, почему Вы Его нам не привели, не схватили. Поэтому Господь, Он был в Галилее и не пошёл на этот праздник со всеми учениками, а пришёл туда чуть позже. Но Он не шёл, Он же не боялся, Господь, смерти? Да нет, конечно, Господь, Он же повелевает всеми существами на земле, и Он мог бы себя оградить в любом случае так, что Его могли бы просто не видеть те, кому не дано. или они могли бы к нему приблизиться. И как мы видим в одном из случаев, когда Его пытались сбросить с горы, где, в Назарете, по-моему, и что как? Вот они Его уже привели, хотели сбросить, Он просто взял и прошёл сквозь них. Никто остановить Его не смог. Он с ними никак не ругался, Он не сопротивлялся. Он дошёл с ними до вершины этой горы, а потом развернулся и ушёл от них, и никто даже пальцем пошевелить не смог. А если бы Господь так всегда поступал? Наверное, люди думали, что это призрак, да, а не человек? Но они бы не могли бы к нему относиться как к человеку. А Господь именно показывает, что Он полностью человеческое естество взял на себя. Да, в Нём ещё и божественное естество, но Он его сохранял для верующих, то есть Он его явно не показывал, и Он даже говорил, что вам знамение дано будет только и Он и пророк, а как Он три дня в очреве кита пробыл, так и Сын Человеческий, то есть Он, Сын Человеческий, Христос, Он прибудет три дня в огробе. Вот единственное, через что Он указал на своё божественное естество, что Он по своей собственной воле вошёл во гроб, умер, дал себя распять, и по своей собственной воле победил смерть, воскрес, и потом ещё и вознёс. Да и то это было уже потом, понятно, после того, как всё свершилось, да, когда Господь им это говорил, никто ничего не понимал. Нет, на момент, даже апостолы, на момент сказания об этом, даже апостолы этого не понимали и говорили, ну почему ты не ешь себя миру, все пророки шли и проповедовали, ну и ты вот и войди в Иерусалим, покажи себе миру, это же... То есть и они в нём, так сказать, пытались найти что-то такое человеческое. А Господь их вёл к божественному, и даже Петру, помним, как возразил, ты думаешь о человеческом, а я думаю о божественном. Вот это основная причина, почему Господь не стал входить в Иудею, когда все пытались его там убить, но и, конечно же, любовь к роду человеческому, потому что всех тех, которых, ну если бы он пришёл, и они бы на него напали, и стали бы там что-то делать против него, их пришлось бы наказать. Или здесь, или уже по кончине их наказать. И Господь не хотел никого наказывать, поэтому Он не дал им этой возможности просто согрешить вот таким образом. Он пришёл уже к концу праздника, когда уже... Какой праздник? Какой праздник? Праздник Кущей. Ну, есть три праздника таких вот больших. Это Пасха, это Пятидесятница. Это которые ветхозаветные были? Ветхозаветные праздники, да, ветхозаветные церкви, которые праздновались в Иудее, в Иерусалиме, в храме Соломона. Это праздник Пасхи. Не наш, соответственно. Нет, он чуть раньше нашей Пасхи происходит. Он праздновался в честь исхода иудеев из Египта, из египетского рабства. А у нас праздник Пасхи празднуется в честь исхода нашего из рабства, смерти и греху. Вот в этом разница. И у них Пасха, она по-другому чуть-чуть празднуется. Мы её празднуем по-своему, скажем так. Второй праздник – это Пятидесятница. Это день, когда Господь даровал народу израильскому через пророка Моисея десять заповедей на горе Синаиской. Пятидесятница. Она празднуется в тот же день, что и мы Пятидесятницу празднуем. Именно поэтому она и празднуется, что тогда были на каменных скрижалях десять заповедей, принесенные роду человеческому Моисеем пророком. А в наш день уже заповеди были написаны на сердцах Духом Святым. То есть уже не на каменных скрижалях Господь послал свои, так сказать, заповеди жизни, а уже Духом Святым, сошедшим на апостолов, Он вписал их в душах человеческих. Это совсем другое, как вы понимаете, действие. Но и там, и там Пятидесятница. Ну и третий праздник, праздник Кущи, он в сентябре празднуется. Это день, когда собираются урожаи, когда... Кущи – это вообще домики какие-то хижины? Кущи, ну это палатки, такие путевые палатки. Ну как бы вот они в поле выходят, как будто вот сейчас вот они собирали только что урожай, и в палатках празднуют окончание сбора урожая. То есть у них там неделю, да? Как у нас яблочный спас. Но там они празднуют неделю, да? Ну у них все праздники, семь дней празднуются. Первые и последние дни у них великие, а срединные дни они не такие яркие, как у нас основное празднование Пасхи, а Дании празднование Пасхи. Это вот два таких больших, да? А между ними тоже празднование, но не такое яркое. Поэтому называется, да, великий и последний день. Да, великий день, вот празднование Кущи, то есть это последний день окончания празднования вот этого семидневного. И он тоже особо торжественно отмечался всеми. Господь, наверное, не случайно уже, когда все расходились, да, начал проповеди говорить. Ну, во-первых, они уже не были такие рьяные, как бы в начале, да? Они восприняли бы его в штыки, что называется. Здесь они уже расслабились, здесь уже они, можно сказать, подобрели после праздничных возлияний, после праздничных торжеств. И что самое важное, они здесь уже, хотя и здесь мы видим, что все равно разделились на три части, да? Одни говорили, что это пророк, другие – Христос, третьи отрицали, что он не пророк и не Христос. Вот. Но здесь не было хоть такого физического там, убийства там, попыток или схватить его не было. То есть здесь они были более расслаблены и прислушивались, по крайней мере, к тому, что Господь говорил. Поэтому он пришел в конце праздника, когда их сердца, можно сказать, оттаяли. А то они забыли, наверное, все там, да, когда раньше, если бы им сказал все. Ну, да, если бы это было в начале праздника, я думаю, все, что бы он сказал за праздник, это было бы, улетучилось бы из голов их. Ничего бы не осталось. И как мы видим перед этим отрывком, да, там братья, которые по плоти, да, они как названы, да, правильно, братья? Да, да, это сыновья Иосифа Обручника. Они тоже, да, ведь Господу говорили, пойдем на праздник, а Господь сказал сначала, что я не пойду, а потом все же пошел. Наверное, поэтому и не пошел в начале, да, что смысл-то приходить, когда там все вот... Ну, да, его в штыки воспримут, и даже, может быть, и не дадут даже сказать слово ему, а просто там начнут камнями кидать, как были такие моменты, когда он говорил, за что вы на меня камни мечете, да. Вот так же и здесь могло быть такое же вот сопротивление его проповеди. Поэтому он подождал, когда спал основной такой пыл, потому что, конечно же, многие ждали, и в том числе и фарисеи, наверное, настраивали людей на то, чтобы если он... Они ожидали, что он придет, и они даже дали задание, чтобы его схватили, но потом успокоились, что не увидели, в первые дни никого нету, и успокоились, и, наверное, все сошло на нет. И тогда Господь пришел. Ну, там дальше по тексту расприяна, неверие происходит, пророк или не пророк, там Господь, не Господь, то есть там разные. И в конце, в заключении, как раз даже из отдельной главы, читается стих 12, Господь говорит, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот как нам толковать? Ну, конечно же, Господь есть свет. Почему? Потому что свет, он не только физический свет бывает, он бывает и духовный свет. Ну, например, когда человек путается в каком-то мысленном своем понимании того или иного процесса, ситуации, он как бы во тьме находится, он не понимает, куда ему, так сказать, внутренне последовать, по какому пути, какой мысли довериться, какой мысли отсечь. И вот, чтобы внутри человека просиял свет мысленный, умственный свет, тут нужен божественный свет, свет истины. И здесь Господь говорит, «Я есть свет миру». То есть он, как творец человеков, как творец всего мира, он единственный знает все в истине, как все устроено, куда надо следовать, что надо делать. Естественно, всякий, кто к нему придет, он этот свет обретет от него. Мы все, знаете, вот как есть солнце, есть луна. Вот луна тоже светится, но она светится отраженным светом, потому что источником света является солнце, а луна всего лишь отражает его. Вот так каждый человек, если он выйдет на свет истинный, божественный, он также светится, но отраженным божественным светом. И наоборот, если он уходит в тень, как и луна, она перестает светиться, там от нее маленький краешек остается, месяц мы его называем, а остальное все в тени. Вот так и человеческая природа, если она уходит от Бога в тень греховную, то она перестает светиться, она становится темной в большинстве своем. Может быть, какой-то узенький краешек, вот такой полумесяц, да, остается внутри души человеческой, где хоть чуть-чуть какие-то добродетели остались, потому что все полностью, но не может исчезнуть в человеке. И здесь именно об этом свете речь идет, о свете умственном, свете божественном, духовном свете, в котором Господь призывает всех нас пребывать. Из чрева потекут потоки воды живой. Это из чрева, значит, из сердца? Ну, конечно, не из кишков, не из живота, а из сердца человеческого, потому что, опять же, в Евангелии мы читаем, что все поступки, и добрые, и злые, Господь говорит, все происходят из сердца человеческого. Сердце – двигатель. Всего оно производит движение, да, желание производит, оно производит либо любовь, либо ненависть, оно производит либо добро, либо зло. Вот здесь, когда солнце-свет, божественный свет солнца мира, да, Господь осветит сердце человеческое, то это сердце, конечно же, потекут из него освященные божественным светом Духа Святого. Конечно же, оно будет производить множество добрых дел, добрых слов, добрых желаний, добрых каких-то поведений и прочего-прочего. Добра, оно будет источником, бесконечным источником такой вот воды живой, потому что все добро – это жизнь, это живое. Именно об этом Господь и говорит, что осветите свои сердца, веруя в Меня, следуйте за Мною, и из вас потекут потоки воды живой, потому что сердце, освященное божественной благодатью, оно производит любовь, оно производит только добро. И наоборот, которое в темне сердца остается, в тени греховной, оно производит только злые поступки. И оттуда уже мертвая вода течет. – Что делали апостолы от Вознесения до Сошествия Святого Духа? Мы в прошлый раз с вами рассказывали, да, и читали как раз трек евангельский о Вознесении Господа, и вот такая трогательная картина, да, вот умилительная, когда апостолы стоят, так, два-три дня могут стоять, да? – Ну да, да. – Смотрели, как Господь от них уходит на облаках, да? – Они его проводили, да, взглядом его, были поражены до глубины души, как в очередной раз были поражены, когда Господь ходил по воде, или когда Господь воскресил Лазарь четверодневного, или когда Господь воскресший им явился, они тоже были поражены до глубины души. И здесь они в очередной раз были поражены тем, что Господь взял и поднялся от земли на небо и в облаках скрылся. И они думали, что он сейчас сойдет, поэтому стояли и ждали, смотря на небо. Может быть час, может быть два. Пока Господь не послал им ангелов, которые сказали, мужи апостольские, что вы здесь стоите, Господь как вознесся, так и спустится к вам в свое время. После этого они с радостью пошли и находились в единомыслии, в общей своей среде единомышленников, апостольских мужей, в тех помещениях, где они и были. В Сионской горнице. То есть они вернулись в Сионскую горницу, где Тайный вечер был? Где Тайный вечер был, где они пребывали до сошествия Духа Святого. Потому что он сошел именно там, в Сионской горнице. Ну, конечно же, они и в храм тоже ходили, потому что... Храм – это был вообще единственный, да, вот тот ветхозаветно-ирусалимский храм? Он единственный был в мире. То есть было четко прописано, что нигде больше жертва, угодная Бога, не может приноситься, кроме как храм Соломона, храм Иерусалимский. Больше нигде евреи не могли служить службу, хотя по многим местам были... – А как там служба служилась? То есть литургия же в то время, вот сейчас наша основная служба, да, вокруг чего вообще все, да? – Да, литургия, да, литургия, которая была создана апостолом Маковым. – А там они просто молились, да, приходили? – А там у них были свой чин приношения жертвы, то есть или там голубицу, или баран, или тельца, или там хлебные приношения были. Там был жертвенник, там был огонь, то есть они сжигали, они там вот резали этих животных. – Там купальница была, да? – Там же купель была, то есть для омывания. Ну и молитвы, конечно, были определенные. Там и фимиам воскурялся Господу, потому что мы читаем, что там в год фимиама вошел первосвященник в алтарь, может раз в году было входить в алтарь, раз в году, первосвященник. Сейчас каждый день в алтаре священники служат Господу и воскурят тот же самый фимиама и молятся, конечно, и литургии совершают. А тогда в Ветхозаветной Церкви только патриарх, ну, первосвященник – это патриарх, раз в году мог войти в святая святых, в алтарь. – То есть, получается, параобразом нашей современной церкви была Сионская горница, да? – Ну, так как основные два таинства совершились именно там, в Сионской горнице, то это и было, собственно, рождение церкви. – А в храме их уже гнали, апостолов, да? – В храм, конечно, они приходили для проповеди христианской, их, естественно, там гнали и там сажали даже в темницу, как Петра посадили, да? А потом они вышли из темницы чудесного, и опять в храме проповедовали. Но молились и службу совершали. Они, конечно, в Сионской горнице тайно, потому что гонения от иудеев только увеличивались и ужесточались со временем. С каждым годом всё жёстче и жёстче происходило, и в том числе пришлось им даже приобретаться в катакомбах в некоторых местах. – То есть там вот тайное всё, да, началось? – Да, тайные такие вот были помещения. Ну и были богатые, конечно, христиане. Они тогда у себя в домах собирали церкови. – То есть такие были домовые, да? – Домовая церковь сначала, всё начиналось с этого. Ну, они посвящали им часть своего жилища, базилика, где они гостей принимали, как правило. Вот в этих базиликах они совершали службы и причащались. – А они причащались уже сразу, вот почти каждый день? – Они причащались после того, как Господь даровал апостолам, и вот эта причасть уже пошла в дальнейшем в церковь приноситься в память о Господе. Тело и кровь были принимаемы апостолами всеми, кто к ним через крещение приходил в церковь христианская. – А дата неизвестна, когда первая церковь была отдельно? Ну, наверное, как эти домовые, да, получается, они же… – Они сразу были, ну, то есть Сионская горница – это первая церковь и есть. То есть, ну, это какой-то год воскресения Христова, соответственно, там уже это всё происходило, таинство, по крайней мере, причастия. А сошествие Духа Святого произошло через 50 дней после воскресения. То есть Дух Святой, он, собственно, и есть устроитель церкви христианской, и через благодать Духа Святого апостолы восприяли такое дерзновение, что уже не боясь, вышли на проповедь и уже не боялись, как в первые дни до сошествия Духа Святого, как они разбегались. У креста не было, кроме апостола Иоанна, никого. И проповедовать они боялись на улицах, потому что боялись. И мы помним, что Господь к ним приходил в запертое помещение страха ради иудейского, где они прятались. Страха ради иудейского, так в Евангелии написано. А после сошествия Духа Святого уже о страхе иудейском нигде речи не идёт. В деяниях апостольских даже слова такого нет. Да, мы сейчас ещё такой отрывок из деяния апостольских возьмём. Как раз мы вернёмся, давайте, мыслено. То есть прошло полчаса, после того, как Господь вознёсся, мы не знаем, какой там промежуток был, после того, как ангелы объявили, что вы стоите. Да, идите. И вот дальше написано. «И взошли они в горницу, где и пребывали Пётр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Ифома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев, Исимон Зилот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми жёнами, и Марией, и Матерью, и Иисусом, и с братьями Его». Вот почему так вот подробно перечисляются имена? Ну, чтобы ни у кого сомнений не было, что Господь сохранил всех апостолов, кроме одного Иуды, который не раскаялся. Пётр, мы помним, тоже согрешил, да, но он раскаялся. И остальные также согрешили, потому что разбежались от Господа, но и они тоже раскаялись. Господь их всех восстановил, можно сказать, в апостольском служении, и здесь это евангелист чётко и ясно нам показывает, что все они также несли на себе апостольское служение. Ну и кроме них там ещё и жёны-мироносицы были, и другие там от 70, там не только 12 апостолов, но и апостолы от 70 были. А там даже 120 душ было написано, да? Да, дальше мы читаем, там 120 душ было, ну вот представляете, 70 апостольских, а ещё жён-мироносиц сколько, ещё сколько потом воцерковилось, то есть, ну вот здесь даже в другом месте чётко определили 120 человек. Большое число. Это вот и есть первая церковь, она состоялась из этих 120 человек. Да, и здесь ещё такое внимание особое обращается, да, что здесь уже специально, да, Деописатель указывает, что с Марией, Матерью и Иисусом здесь отдельно прям выделяется, потому что на протяжении Евангелия, когда Господь служил, да, мы нигде так вот прям конкретно указание, в основном Пресвятая Богородица, наверное, по смирению так вот скрытая была, да, а здесь вот прям указывается. Ну, она, конечно, была смиренной, кроткой очень девой, и, конечно же, здесь после того, как Господь вошёл на небо, единственным утешением для апостолов было общение с Пресвятой Богородицей, потому что та теплота, которую апостолы испытывали от присутствия Господа, и покой, и мир, и тепло, и радость, и свет, исходящий от Господа, они также исходили от Пресвятой Богородицы. И, конечно же, для них до её кончины, до её успения это было величайшее утешение Господом оставленное им на земле общение с Пресвятой Богородицей. Они очень печались, когда Матерь Божия отошла ко Господу, и, то есть, как бы, последнее такое утешение было у них забрано, но они уже были укреплены в вере, они уже были апостолами возмужавшими и проповедовавшими везде и всюду, поэтому Матерь Божия была забрана Господом на небо, причём в теле, как и Господь. Да, здесь указано, что братья Господни по плоти были, да? То есть, мы в Евангелии когда читали, что его братья не верили, не веровали в него, да? Да, поначалу не верили, и даже думали, что он чудной какой-то, и хотели, мы помним в одном из мест Евангелия, что хотели забрать его, там, Матерь, и братья твои стоят, и хотят с тобой общаться. Для чего? Чтобы забрать. Потому что его крушала огромная толпа, и они, можно сказать, ужасались, а почему это вдруг вот тот самый Иисус, с которым мы общались с детства, почему такое количество народа к нему приходит? И до времени они не веровали, но потом уверовали, и тоже так же проповедовали христианское вероучение в народе. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Как вот это толковать нам? Ну, здесь можно, с нашей точки зрения, это как? Это вот я беру молитвослов и читаю. Вот это вот... Вычитываю. Вычитываю, да, молитву. Но здесь я хочу напомнить вам такой момент евангельский, который произошел с апостолом Фомой. Когда он пришел к апостолам, апостол говорит, а вот к нам Господь явился, воскресший. А он говорит, а я не верю, пока вот не потрогаю, не вложу перст в язвы, то есть палец в раны, руку в раны не вложу. Вот не поверю. Удивительным образом Господь, когда явился уже так же к апостолам дверями затворенными, и там присутствовал Фома, Господь подошел к нему и говорит, ну что, давай, где твой палец, где твоя рука, давай, вкладывай мне их в раны. Из этого мы понимаем, и апостол понимает, что Господь знал все, что происходит с апостолом, все, о чем они говорили, все, о чем они даже вот сомневались. Ну, если даже апостол Фомо вот так вот он укрепил и сказал, не будь неверен, но верен, да, то апостолы прекрасно понимали, что все, что они говорят после вознесения Господня, он все равно все знает и слышит. Поэтому, я думаю, они с ним общались, как, можно сказать, в присутствии его постоянном, они ощущали это присутствие. И это было молитвословием Господу названо. А потом это превратилось уже в моление. Это и в литургические молитвы, это и молитвы домашние, ну и множество других молитвословий, которые сейчас у нас есть. Но первоначально это пошло от того, что апостолы понимали, что Господь с ними невидимо присутствует везде и все время слышит, что они говорят. Поэтому они с ним общались, и это вот было началом молитвословии Господа. Да, и они исполняли главное, наверное, свое послушание, ведь Господь, прежде чем уйти, Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, да? То есть они такое повеление. Да, это было сказано четко, что пребывайте в Иерусалиме, пока не воспримете благодать свыше. То есть пока обетование Отца Моего не сойдет на вас. То есть это четкое было указание, которое апостолы исполняли. И с момента Вознесения 10 дней находились в Сионской горнице, ходили в храм иногда и опять в Сионской горнице возвращались, пока не сошел на них Дух Святой. Не случайно, наверное, Господь сказал именно в Иерусалиме, в том городе, где как раз Он и распят был, когда перед всей этой толпой? Ну, конечно же, Иерусалим – это все-таки такой освященный присутствием Божиим и смертью Его, и воскресением город единственный во всем мире. И, конечно же, ни в коем другом городе благодать Духа Святого не должна была сойти, как кроме в Иерусалиме, избранном самим Господом. И для проповеди, и для искупления грехов человеческих на кресте смертью, и избранного для воскресения Господней. Здесь же он следующий шаг по восстановлению человеческого естества, из греховного естества в благодатное. Следующий шаг здесь же в Иерусалиме Господь и произвел. То есть благодать Духа Святого только здесь сошла на них. Это было условие Господа – здесь ждите. Даже мы помним, что Он вернул двух апостолов, которые Лука и Клеопа пошли куда-то по своим делам из Иерусалима, в Имаус уже дошли, он им явился, показался, можно сказать, перехватил на дороге, и они вынуждены были вернуться опять в Иерусалим и пребывать с апостолами. Еще одно событие, как мы знаем, произошло, вместо Иуда был 12-й апостол избран. Да, это… В эти дни как раз. Да-да-да, это апостол Петр задал, так сказать, такую задачу апостолам, что говорит, ну, надо восполнить то число, которое Господь сам избрал – 12 апостолов. А так как Иуда на тот момент уже умер, он повесился, да, и уже ни о каком покаянии речи не шло, то есть все, его жизнь земная закончилась. Соответственно, апостол Петр говорит, давайте выберем из числа тех, кто все время ходил с нами вместе, который видел все, что Господь совершал, и избрали Матфея. Хотя мы не сами назначили, да, все равно они на волю Божию жеребья бросали, поповали. Ну, здесь, конечно же, опять же, вот это ощущение присутствия Божьей, постоянной с ними, оно им давало такое вот внутреннее ощущение, что а почему мы-то должны решать? Сам Господь решит. И с твердой верой бросили жеребья, и Господь этот жеребий управил вот на Матфея. – Каждое слово, Евангелие, да, оно великое значение для нас имеет. Как нам, мне, отлучаться от Иерусалима? Вот нам, для нас это есть, и как нам готовиться? Ведь уже совсем скоро, да, сошествие Святого Духа будет. Как нам так встретить, чтобы вот прочувствовать и получить благодать Святого Духа? – Ну, конечно же, все работают, у всех там какие-то дела, у всех там семья, дети, там еще что-то, заботы какие-то. Но, то есть, невозможно сидеть в квартире и ждать вот эти 10 дней, когда, собственно, праздник Троицы придет. – Ну, это внешне, наверное. – Это внешне. Поэтому мы переходим к внутреннему символизму. Сионская горница у нас внутри находится, и Господь туда приходит, в нашу душу, благодатно с Отцом Своим, и туда же придет Дух Святой, чтобы восполнить Троицу в нашей душе. Поэтому свою душу постарайтесь в течение этих дней до праздника Пятидесятницы, Святой Троицы, пребывать, чтобы она была в чистоте, пребывала, чтобы в молитвословии, как мы читаем об апостолах, чем они занимались – молитвословием, ожиданием пришествия благодати Духа Святого. И единомыслием друг с другом, то есть не конфликтовать, ни с кем не ссориться, не грешить ничем, постараться в чистоте пребывать в течение этих оставшихся дней до Пятидесятницы. – На самом деле, во время поста легче, наверное, себя контролировать, а когда праздники проходят, ну, мы все, мы расслабляемся. – Ну, все, да, тормоза сняты, можно, так сказать, чуть-чуть себе позволить, и лишнего, как некоторые говорят. Но на самом деле мы никогда не должны расслабляться. Господь это условие, опять же, в Евангелии прописывает – бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет Господин ваш. Мы должны бодрствовать внутренне. Мы, да, то есть пост закончился, мы уже не постимся так строго, как во время Великого поста, то есть в этом плане мы можем чуть-чуть расслабиться, но это не значит, что мы должны расслабиться внутренне. То есть вот то внутреннее внимание к самому себе, к своим мыслям, к своим чувствам, к своим желаниям внутренним рассеять ни в коем случае нельзя, потому что мы должны все-таки под контролем держать и свое естество, и происходящие с нами события должны также в нашем сознании быть под контролем. Иначе мы получимся, так сказать, такими управляемыми, манипулируемыми людьми, которые даже не понимают, куда их несет ситуация, что с ними происходит, чего они хотят. То есть вот это из этой, из манипулируемой области надо прийти к самоконтролю. Так, кто-то так очень хорошо сказал, запомнилась такая праза, да, живя в теле, мы должны научиться жить для духа. То есть, ну, забывайте. Ну, действительно, мы должны помнить, что не нам нравится, не что не нам угодно, а что нравится и угодно Господу. И тогда у нас появляется сразу место для Его пришествия. Как только мы угождаем Богу, Господь к нам приходит. Как только мы угождаем себе, Господь к нас уходит. Вот это надо помнить и на это, так сказать, опираться в своей подготовке к стяжанию благодати Духа Святого. То есть себя всегда во всем ограничить? В лишнем сне, в лишней еде, в лишних развлечениях? Ну, конечно же, потому что если мы начнем себя, наоборот, жалеть и расслаблять, то мы превратимся в животных. Вот мы тогда уподобимся им, потому что они когда хотят, тогда едят. Они когда хотят, тогда спят. Ну, чем-то мы должны отличаться. Мы должны все-таки иметь то естество, которое в нас вложено. И оно должно в нас быть первостепенным, первоочередным. Естество равно ангельское естество божественной природы, а не животное естество. Оно должно быть все-таки подчинено нашей природе божественной, равно ангельской природе. Иначе мы превращаемся в животных. У нас осталось не очень много времени, там минуты три-четыре. Более подробно мы с вами будем говорить, если Бог даст, в следующих передачах о самом сошедшем Духа. Но вы так коротко нам расскажите, пожалуйста, о том событии, как вот все происходило, о сошедшем Святого Духа на апостолах. Ну, это в Деяниях апостолов, как я уже сказал, описано. Они были собраны в горнице все вместе. Они пребывали в молитве, и в утренние часы раздался шум ветра как бы сильного, и в горнице появился такой язык пламени, который разделился на несколько языков, которые эти языки пламени почили, то есть опустились на голову всех находящихся в этой горнице. Это не только 12 апостолов, да? Мы слышали там, что около 120 человек. Но, конечно же, основные – это апостолы, естественно, потому что основная благодать апостольская, она больше никому не была дана. Но каждому дано по его заслугам, по его силам. Мы помним притчу о талантах. Кому-то пять талантов, кому-то два, кому-то один. Вот так же и здесь. Благодать Духа Святого была распределена апостолам, ученикам их и ученикам учеников их, ну и женам мироносицам и прочим. Но благодать Духа Святого была дана всем, кто там присутствовал. Как и нам всем она дана через миропомазание во время крещения. То есть здесь мы, можно сказать, так же пребываем в этой горнице, когда приходим в храм и так же обретаем эту благодать. Но мы, правда, не видим этих огненных языков, но они невидимым образом сходят на каждого молящегося в храме в этот день. Да, и так же, кто будет в воскресенье, там же особая молитва после литургии, да? То есть все на коленях встают первый раз за все это время, за 40, за 50 дней. Да, стоим на коленочке, достаточно долго стоим на них, потому что это особая молитва, читаемая раз в году, и она об особых отношениях с Господом, с Духом Святым. И, конечно же, надо быть усердным, вот, и приехать на службу, конечно же, всем желаю побывать в этот день в храме, помолиться вместе с нами и получить благодать Духа Святого. Да, наше время уже завершается. Да, думаю, что, почему при шуме, при огненном языке, вот, все это происходило, да? Да, думаю, что мы с вами в следующей передаче поговорим, да? Если Бог даст. Ну, конечно же, это еще, я думаю, тема еще одной передачи. Да. Ну, и вам заключительное слово к сегодняшней передаче. Всех поздравляю с наступающим праздником Троицы и желаю всем, чтобы та благодать, которую Господь посылает в этот день на всех молящихся и верующих и просящих у Господа особой благодати, чтобы эта благодать у вас умножалась и пребывала с вами всегда и покрывала у вас от всех невзгод и напастей бесовских в течение всей вашей жизни. Помощи Божией вам и благодати Духа Святого. Да, благодарим вас, Батюшка, что вы приехали к нам. Приезжайте еще. Да, спасибо. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok